Привет, милые зрители! В эфире Первого городского информационный канал «Город» в студии Роман Корнеев и прямо сейчас в выпуске новостей. В парке Победы замуровали колодцы. Кировчане хотят 35 тысяч рублей. Нижегородцы устроили в Кирове много шума из ничего, а город наконец-то накрыл их снегом. Это субъективный взгляд на события этого дня по моей версии. Как всегда, коротко и занятно. Поехали! Начнем со снегопада. Кировчан просят не выезжать за пределы города. На дорогах будет накат и гололедица. Циклон Фобос пришел в город с большим количеством осадков. Снегопад утром остановил и так еле проезжающий трафик машин. Автомобилисты настраивались на зимний стиль вождения, но перестроились не все. На перекрестках можно было увидеть несколько аварий, а вот снегоуборочных машин утром на центральных дорогах не было. Скрипки появились на магистралях только к обеду. После 7 часов колонны перешли на улицы с менее загруженным трафиком, для того, чтобы не задерживать транспорт, который в утрене часы появляется. Больше работали на постепенных улицах. Сейчас сформированы колонны и ведется прометание и подсыпка центральных магистральных улиц. Днем на улицах Луганска и Ленина дежурили тягачи. Они помогали фурам с летней резиной. В ближайшие сутки снегопад продолжится. Кировчан просят быть очень осторожными на дорогах. И водителям, и пешеходам стоит реально оценивать условия на проезжей части и свои возможности. В парке Победы новую брусчатку уложили прямо на колодцы тепловой камеры. Это стало заметно по растаявшему снегу. Халтуру подрядчика заметил кировский активист. Рабочие явно не могли не заметить крышки колодцев при укладке тротуарной плитки. И кажется, это только первые ласточки ремонта тротуаров в этом году. Подрядчики сорвали все сроки по многим участкам, а часть тротуаров делали при минусовой температуре. Еще в четырех деревнях Кирова появился газ. Сегодня торжественно газифицировали деревни Чучи, Прохоровцы, Чернядиевы, Нижнее Скопино. Для жителей деревень это настоящий праздник, ведь голубое топливо не просто упростит быт, но и сохранит семейный бюджет. Этого дня жители деревень ждали давно. Сегодня ввели в эксплуатацию 6-километровый газопровод. Природный газ теперь получит около 80 домовладений. До этого большинство жителей отапливались дровами. 16 августа этого года Александр Николаевич Соколов дал поручение о том, чтобы началась газификация города Кирова и всех здесь деревень на территории муниципального образования. И как вы видите, три месяца прошло. Сегодня мы будем пускать газ. Работы по обустройству газопровода начались еще в августе. Тогда местные жители сомневались, что все успеют сделать до конца года. Но, как выяснилось, газовики сделали даже больше, чем планировалось изначально. Все пожелания местных жителей учли и большую часть работ сделали закрытым способом, чтобы не устраивать огромных раскопок. В августе мы сюда с Александром Валентиновичем приезжали, встречались с жителями. И скажу чуть больше. Изначально планировали газифицировать три деревни здесь. Это Чучи, Прохоровцы и Чернядино. Но вот пришли жители деревни Нижнее Скопино. И вот благодаря нашей совместной работе этот населенный пункт тоже сегодня получит природный газ вместе с этими тремя деревнями. Зоя Дмитриевна живет в деревне Нижнее Скопино уже девять лет. Все это время голубое топливо было большой мечтой. Топить дровами слишком тяжело. К тому же очень дорого. У нас был поставлен котел с дровами, чтобы отопливаться. Но он не очень такой практичный. Нам пришлось поставить электрокотел еще дополнительно. Так что, когда бывает прохладно, весной, осенью иногда, даже летом бывает прохладно, мы дровишками подбросим и нам тепло. Но если будет газ идти, то вообще замечательно. Зоя Дмитриевна уже посчитала, газ сэкономит ее семье около 16 тысяч рублей. Делать бытовые дела теперь гораздо проще. В деревнях живут большими семьями. Сразу после торжественного пуска газа семья Кудрявцевых пригласила всех к себе в гости на чай. До конца следующего года природным газом планируют обеспечить все населенные пункты Кирова. В продолжение семейного бюджета. Кировчане хотят получать хотя бы 35 тысяч 300 рублей. Сервис по поиску работы Суперджоп провел опрос в городах России. Людей спрашивали о желаемом минимальном размере оплаты труда. У жителей нашего города запросы одни из самых скромных по стране. Хотя по отчетам чиновников в этом году размер средней заработной платы составляет 42 597 рублей. Тот случай, когда отчет не сошелся с реальностью очень сильно. Иначе зачем кировчане мечтают о 35 300 рублях? На сцене Кировской филармонии снова звездные гости. Артисты из Нижнего Новгорода приехали представить свою постановку «Много шума из ничего». Всем известную комедию Шекспира театр юного зрителя готовил специально для современных подростков. И в Нижнем Новгороде это один из лучших спектаклей. Киров стал первым городом, в который нижегородский режиссер привез свою известную работу. На сцене играет Майкл Джексон, актеры репетируют современный танец, но это традиционная история Шекспира. Постановка новатор в мире театра. Чтобы говорить со зрителями на одном языке, режиссеру с авторами пришлось самостоятельно переводить известную комедию Шекспира «Много шума из ничего». Кто-то скажет, что же в этом оригинального все это было, еще бог знает когда. Но, пожалуй, что наш оригинальный перевод, и по мнению очень многих людей, он получился очень удачным. Нас все время спрашивают, когда мы его опубликуем, когда мы его выложим куда-то в интернет, но пока мы не торопимся этого делать. Чтобы перевести классику на понятный поколению язык, режиссеру понадобилось больше 500 часов. Костюмы тоже современные, их подготовили специально для спектакля. Героев Шекспира нарядили по последнему слову моды. Это роль Гера. Художник увидел ее так, потому что она дочь богатого человека. Платье прекрасное, к нему нужно было приспосабливаться, потому что оно тяжелое, оно цепляется за многое. За установкой бутафории следят режиссер и директор Нижегородского театра. Декорации и реквизит – все команда привезла с собой. Премьера в Новом городе должна быть идеально представлена, чтобы кировчане полюбили эту историю так же, как зрители Нижнего Новгорода. Пока в зале готовят сцену, выставляют свет, декорации, самое интересное происходит за кулисами. В гримерке актерам делают макияж, прическу, готовят костюмы. В за кулисе никакого волнения, все актеры точно знают свою работу. Пока актрисам делают прически, актеры разминают речевой аппарат, пьют чай и весело беседуют. Десять лет Алексей Филиппов служил в Кировском театре, потом переехал в Нижний Новгород. В спектакле «Много шума из ничего» он играет монаха. Вернуться на родную сцену особенно трепетно. Немножко странные ощущения испытываю в городе, где я работал, на сцене театра, где я жил. Я приехал сюда в качестве гостя гастролирующего артиста. Перед каждой премьерой гастролирующие артисты внимательно изучают новую сцену, проверяют микрофоны, технику. Иван Пелявский играет Бенедикта. Это одна из главных ролей. Текстов у актера много, запомнить весь объем информации помогает профессиональный секрет. Я вот сам на диктофон записываю то, что говорят другие. И включаю и пропускаю моменты, где говорю я. И учу именно по мысли. Вот что мне сказали, что мой персонаж на это отвечает. Вот какая у него мысль. И когда ты учишь именно по мысли, по ситуации, что он хочет, тогда легко запоминается. Я больше чем удивляюсь, что один человек, видя насколько глупым, становится другой, подчиняя своей поступке любви. Когда он сам смеялся над этими мелкими глупостями в других, становится примером для собственного презрения, потерпев такую неудачу, влюбившись. Таков наш Клавдио. Сразу после репетиции актеры направляются в костюмерную. Там для них уже приготовлены образы. Каждый наряд подписан. Это у меня вот пояс для микрофона, потому что сейчас очень важно, чтобы зритель слышал, потому что английский театр, все-таки это Шекспир, он должен быть таким четким. Вот. И моя футболка вот здесь вот. Так вот она. Пока за кулисами создают винную декорацию, разливая сок по бутылкам, в зале начинают собираться первые зрители. Семья Никитиных 30 лет назад переехала из Нижнего Новгорода в Киров. Как только они увидели в афише филармонии знакомые лица, купили билеты, не раздумывая. Мы пришли вспомнить, услышать Нижегородский говорок. Он отличается от Вятского. Я Вятского узнаю за версту. Не более, конечно, но не менее. Кировчане традиционно встречают гастролирующих артистов теплом и вниманием. Многие пришли с букетами. Несмотря на то, что на сцене театра юного зрителя, публика собралась самая разная. Нижегородский тюз обещает, что это не последняя их работа на кировской сцене. Надежда Алюшина, Никита Возисов, информационный канал «Город». И на этом сегодня все. В студии был Роман Корнеев. И я напоминаю, какой город, такие новости. Пусть и город и новости будут во. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова